Будущего белка лёг, прошлого тонка нить. Я одной ногой слёг, некуда другой быть. Ни долгах дорог дрожь, ни мягка земли быль. Мне лицом упасть в рожь, будущего лёг пыль. Когда в прозрачном циферблате увидишь сосен перехлёст, Когда припомнится некстати осенний парк и старый тост, Подвятший облысевшей мысли, но применимый ко всему, Что наша жизнь — лишь школа жизни, нас приучившая к письму, Где ломанный и сложный почерк не суть познания вещей, А только дерзкое пророчество полуоплавленных свечей. Не дотрагиваясь до голоса, ни душой, ни иглой с фатальностью, Не искать на постели волоса, что несовместимы с реальностью, С антресоли пыхтя и кашляя, не тащить в золотистых рамочках. Поза-поза, позавчерашние навсегда молодые карточки, Чтоб в диван себя вбивши намертво, до начала отлёта посточку, Перебеливая клетку набила под осенних дождей чечёточку. Италия, на белом берегу, где синяя волна в союзе снега, Мой вечный сон, в котором я бегу туда, где никогда до ныне не был. Всё тот же сон, как неоступный свет, меня зовёт и не даёт покоя. Италия, тебя на свете нет, как нет и света, и небес, и моря. Есть только бег протяжный, как стонный, и тёмный, как ноябрьские ночи. Италия, умолвшая свирень, в душе моей невырубленной рощи. Осыпают жёлтые ёжи к лиственнице, Жизнь даёт на холод резкий крен. У природы есть простая истина, Не цветёт фиалкой тёртый хрен. Дождь идёт, канала бинт полощится, По подъездам прячутся коты. В эту пору мне совсем не хочется Возводить или сжигать мосты. В серых лужах вечное пророчество Написал он мне атмосферный фронт. Не спасает больше одиночества, Даже прочная и красивая зона. Котандаис, остановите. Комната. И в этой комнате, где нет уже истории, А только белеет мраморная полка С раскрытой пачкой сигарет. На подоконнике гурьбой Столпились книги и тетради. Шкаф, отливая навязной, Стоит во фронт, как на параде. Диваном выжится стена, Та шерфа кирь глотает тени. И в покрывале тишина Баюкает кошмар мигренья. И только фуксия в углу По-старому роняет листья. И я боюсь, что поутру Она совсем уйдет из жизни. На сухие мозоли слова Наступив вдохновение лапой И вот так вот за снова здорово Неповинную мучить бумагой И списать, и щерикать, бросить, А потом, рассердившись в клочья, Разорвать, как срывает осень Себя лиственные полномочия. И по ветру, по ветру, в окна Мусор мысли и чувств ласкутья. И смотри, как стучат по стеклам Отмороженные ивы прутья. Тоска, как встать, Звенит пустым подойника. И как ни вдаль отточенной струей Всплывает сразу детство Запад дунника, Затем провал. И вот уж над Невой, Где я брошу под шепелявым улицам, Шуршащие под ушами стихи, Идут в тетрадь мою, Слегка стутулившись От непролазной питерской тоски. Наверное, я с рождения перекрещена Туманами и выдохом болот. Наверное, в темном небе, где-то трещина Затягивает душу, словно плод. Водоворот событий непрекаянных, Где жить, как все, не выпало судьбу. Ведь и только осень, как сестрица Каина, Когда умру склониться надо в ногах. Великолепно, как сестрица Каина. Посвящение Галине Гамбер. Все в эту осень не бывало. Как будто только родилось, Небес стальное покрывало, Скатилось на земную ось. Сбежали с гулких лестниц лужи, Кареты выстроились в ряд, И только черный ворон Кружит над городом, И дни галдят. Словно торговцы на базаре, Сбывая краденый товар, Не замечая, как в угаре Целуют осень тротуар, Губами клены и осины, Срывая горькие поцелуи. И лошади проходят мимо, По скринговой коже с брус, По паркам, где былое валом, Ждет рукотворного огня. Все в эту осень не бывало. Здесь, в городе, где нет тебя. Дюречки. Все, прочитайте, Дюречки. Что ищешь ты в этой разрухе, Чей следом разбавлен, Снегом разбавленный след, В двору в перемолотом брюхе, Его и помина уж нет, Как нет и намека на близость, Окна, где зиял силуэт. Здесь только расцветшая сырость, Безмолвно кочующих лет, Здесь только лишь ветер с залива, Донофит варван и смолон. Здесь раньше жила моя Ива, А я больше здесь не живу. Плыву. Я между двух своих богинь, Один неузнанный серый, Плыву по улицам седин, Крошащихся грядущим снегом, И в голове моей с утра Гнездятся бабочки и осы, А осень вяжет свитера Неразрешимости вопросов. И развивает белый флаг Строкой бегущей туманы, Пронзая остриями шпаг Мои доскоющие раны, И разбивается зарею Клен об шершавый лоб асфальта. И знаю я, что мы умрем Под музыку сверчка и альта, И станет белая метель Плыть на разграбленностью сада, Где я плыву между двух мастей Проигранных листопадом. Какие-то волки под окнами бродят, Какие-то толки гуляют в народе, Какие-то люди приходят, уйдут, Посмотрят, остудят, да грязь нанесут. Весь день вытираю следы на паркете, Устану, приляпаю, закутаюсь в плене, И тут же потянет в объятия морфея, Как будто больна и как будто старею. Так время проходит, Заявиваясь с нами, И что-то в природе, А может быть с нами? И надо бы встать, Сон встряхнуть и вмешаться. Но я не хочу, не хочу просыпаться. Весна, ну, ладно, Вместо тут зима и осень. И если снега, Так у снега, Летящего со всех сторон, Чтобы, нырнув в него, С разбега услышать колокольный звон Снежинок, Жмущихся к друг дружке И отлетающих звенят, Как новогодние игрушки На утро будущего дня. Пусть выбернется наизнанку И выблеется в снегу душа, А после на лежанку залечь. И больше ни гугу, Ни предложения, ни слова, Ни многоточия, ничего. Лишь служит, как в печи, Сосновой слезой Малится в ревно. Не хочешь, а подумаешь невольно, Что жизнь прошла, Осталась только пена, И, упиваясь рихмою глагольной, Опять больно и мучаешь колено. По городу, что после карнавала Еще не прибран, Тащишься понуро, А липота, что издали махала, Теперь не узнает И смотрит хмуро, Как вы похожи в мэте осенней, Обобранной временем до нитки, Все ищите в потоке извещений Цветные и счастливые открытки. Но холод, проникающий под кожу, Все яростнее мучает и злее. Зачем ты листья, папши, трегожишь? Зачем тоской неизбыточной болеешь? Ты только почитай. Ну да. Все почитаешь, достаточно? Нет, нет, потом еще почитай. Просто вот будем меняться. Вы же только одни, Поэтому мы уже.